Глава восемнадцатая. Результаты лесной битвы. Клан Юки, значит? Понятно. Многие известные представители клана были найдены и убиты, другие же разбрелись по свету, и о них ничего не было известно. В стремлении спрятать маленькую Рикото, ее родители переехали в Кумагакури, но и там их постигло несчастье. В результате девочка, оставшаяся сиротой, вынуждена была скитаться по деревням и странам в поисках убежища и постоянном страхе. В приютах она задерживалась ненадолго, и наконец ее подобрал добрый старик Юки Мура, странствующий в то время в поисках новых адептов храма Джашина. Так девушка и попала в страну горячих источников, ставшую ей новым домом. Там она и повстречала Хидана, сразу проникшись к нему романтическими чувствами. Она забыла о своем даре и никогда его не использовала, выучив новые техники и научившись здорово орудовать кнутом и плетью. И не вспоминала до тех пор, пока Хидан не рассказал ей о парнишке, которого они повстречали в стране волн вместе с Забу Займомочи. Узнав, что, возможно, последний выживший из ее клана теперь мертв, она впала в жуткую депрессию, и сила льда вновь начала проявляться в крайне неожиданные моменты. Тем не менее, Рикотта скрывала тяготившие ее чувства, не желая вызывать у друзей беспокойство. Такой уж она была. Скромной. В трезвом состоянии, разумеется. Как это грустно. Прорывела Карин, вытирая слезы котом, на котором, словно по волшебству, снова медленно начали появляться черная шерсть. К слову, поврежденная рука Наруто тоже уже давно восстановилась, и Узумаки забыла о жутком типе мумии, как о страшном сне. Кажется, Бенто был не против такой фамильярности. Видимо, признал в Узумаке родную. Все уже успели отметить тот факт, что Карин была человеком довольно эмоциональным. «Прости, Рикотта, если бы я знал», – прошептал Джинчурики, осознавая, как виноват перед фиолетово-волосой девушкой. «Но ты не знал, так что обиды я на тебя не держу. Наруто-кон, ты ни в чем не виноват, и я рада, что вы с Карин нашли друг друга», – произнесла она искренне, щедро хлебнув из только что от купоренной бутылки красного вина. Узумаки с сомнением посмотрел на жрицу с фиолетовыми волосами, схваченным в хвост. На личике с нежно-розовой кожицей появился румянец. В зеленых глазах уже горели искорки, а черная помада отпечаталась на горлышке бутылки, к которой Юки прикладывала все чаще и чаще. «Так, Рикотто, ты это завязывай», – пробормотал Наруто, поняв, что ситуация начинает выходить из-под контроля. «Хидан мне строго-настрого велел следить, чтобы ты не бухала». «И ты плохо справился со своими обязанностями», – усмехнулся Курама, представив, что пепловолосый священник придумает для ученика в качестве наказания. «Молчи», – буркнул про себя Наруто. «Хидан тебя на ложку посадит», – прорычал Девятихвостый, зловеще захохотав. «Хоть не на бутылку», – отозвался Узумаки. «Так, Наруто-кон, ты мне не указ», – возмутилась девушка, пряча бутылку внутрь белого домашнего халатика, туда, к чему Узумаки явно нельзя было прикасаться. Ощутив свою победу, Рикотто хихикнула. «Я в печали, глубокой печали, так что дай девушке насладиться тем, что может залечить ее растерзанную душу». Джинчурики покосился на Шинджи, который не собирался вмешиваться. Тот развел руки, давая понять, что, по его мнению, вмешиваться не стоит. В конце концов, Рикотто имела полное право нажраться, учитывая все произошедшее, и от этого ей могло полегчать. «И утешить меня могут только бухло и оральные ласки», – произнесла она, уже совершенно не следя за своим языком, и растерянно улыбнулась, поняв, что сболтнула лишнего. «Шинджи, пойдем-ка мы на полигон потренируемся, мне очень нужна твоя помощь», – резко встал Узумаки, посмотрев на логосого великана. «А по пути Гару и Тимарина везти, им без учителя в общежитии очень скучно, эээ, компанию составим». «Да, если нарушишь еще одну заповедь Хидана, наказание тебе точно не избежать». Прозвучала в подсознании еще одна насмешка Девятихвостого. Мужчина согласно кивнул и тоже встал. Торопливо, взяв с рук сестры Бента, Наруто быстро проследовал за Шинджи в прихожую. Прихватив оружие и обувшись, они быстро покинули квартиру, оставив Рикотто и Карин наедине. Красноволосая девочка покраснела, когда в нее уперся любопытный взгляд Рикотто, в зеленых глазах которой сверкали веселые искорки. «Братик, вернись», – выдавила она, поправляя очки и отодвигаясь на стуле. «Пожалуйста, не надо. Укуси меня, если хочешь. Тебе полегчает. Только не надо делать со мной ничего противоестественного». «Карин Тян, ты чего испугалась? Мы же все теперь одна дружная семья». Промурлыкала фиолетово-волосая жрица, доставая из торчащей между двух овалов грудей бутылку и облизывая горлышко, на котором была капелька вина. «Нужно узнать друг друга получше». «Наруто!» «Прохладный ветерок врывался в приоткрытое окно. Ероши-цветки, стоящие в вазе на тумбочке рядом с больничной койкой, по белым стенам виднелись от света фонарей и мелькали тени. Внезапно лампа на потолке зажглась, и дверь со скрипом отворилась. Подняв голову, больная увидела вырисовавшийся на пороге знакомый силуэт. «Какаши-сенсей, что вы здесь делаете? Зачем меня сюда снова запихнули? Я в полном порядке!» Произнесла Харуна, попытавшись пошевелиться. Но розоволосая девушка была привязана по рукам и ногам к больничной койке, так что это у нее плохо получилось. «Я здорова, но мне не царапинки. Выпустите меня отсюда, это уже не смешно!» Хатаки прошел в палату, где Сакура находилась в гордом одиночестве уже несколько часов, после чего снял перчатки, вызвав в бурном воображении Кунаичи картины, от которых она невольно дернулась. «Какаши-сенсей, развяжите меня, пожалуйста!» Попросила она, умоляюще глядя на учителя и ерзая на койке. «Прости, Сакура, сначала нужно кое-что сделать!» Пробормотал Хатаки, положив перчатки на табуретку и опускаясь рядом с ней. «Саски и Сай очень обеспокоены твоим состоянием. Говорят, тот плохой человек все же заразил тебя бешенством». «Какое бешенство, сенсей? Меня же уже проверяли. Просто желание защитить их придало мне сил. Вот ей взбесилось!» Протараторила она, когда тот повернул ее голову и посмотрел на уже зажившее место укуса. А чуть-чуть приподняв девушку, копирующий ниндзя увидел и проклятую метку на ее плече. «Вы что делаете?» «Ага. А потом покусала их и санитаров, которые встречали у вас на финишной прямой. Ну и молодежь. Генины Суны вон с сифилисом заболел. А тебя, Рачимару, проклятая меткой заразил? Плохие дела. Теперь понятно, почему ты похожа на упыря». «На упыря?» Выдавила Сакура жестом дрожащей руки, попросив у сенсея зеркало. Тот, вздохнув, протянул его ей и в следующий миг всю больницу огласил виск. «Что со мной произошло? Верните все как было!» Воскликнула она, разглядывая свое отражение. У нее была довольно бледная кожа, а в зеленых глазах, которые, кажется, слегка пожелтели, виднелись вытянутые узкие зрачки. В остальном ее внешность осталась без изменений. По крайней мере, не было тех странных черных татуировок в форме кружков, которые не исчезали еще долгое время после того, как она расправилась с чуть не угробившим ее и команду генином из Ивогакури. Но того, что произошло с ее нежной кожей и глазами, которыми Харуна надеялась очаровать Саски, было вполне достаточно, чтобы вызвать у нее истерику. «Брось, Сакура, перемены всегда к лучшему. Теперь ты будешь женщиной-загадкой», попытался утешить ее копирующий ниндзя. «Быть женщиной-загадкой в таком смысле вовсе не входило в планы Харуна. У нее появилось сильное желание избить какаши первым, что попадется под руку, например, подушкой. Жаль, что у нее связаны руки. «Прости, твоя печать слишком долго была активирована и вызвала необратимые последствия», — сообщил ей Хатаке. «Не знаю, почему так вышло. Может, последняя шутка орачимаро?» «Вы говорите, что это навсегда, и называйте это чьей-то шуткой?» Сакура дернулась, кипя от возмущения. Сдерживающие ремни затрещали. Печать на плече девушки загорелась, и по коже начали расползаться черные круги. «Так, успокойся», — приказал Хатаке, прижав ее койке и поняв, что надо что-то делать. Харуна по-змейному зашипела, ее глаза сверкнули гневом, какаши понял, что медлить больше нельзя, быстро проведя рукой перед глазами девушки, щелкнув пальцами, погружая ее в гензюцу. Та обмякла, и черные круги, разошедшиеся почти по всей ее коже, начали всасываться обратно в метку на плече. «Я запечатаю проклятую печать так, чтобы она не включалась сама собой». Пробормотал копирующий ниндзя, поняв, что не придумал ничего лучше. Избавить Сакуру от метки он был не в силах, как и вернуть ей привычный облик. Так она хотя бы сможет контролировать себя и, возможно, когда-нибудь освоит ту силу, что подарил, в кавычках, ей змеиный Санин вместе с укусом. «Ммм, да, вот так история. Говорил же старику, что нужно что-то делать». Пробормотал Джирайя, почесав затылок и озадаченно посмотрев на Саски Исайя, которого добрый Санин решил тоже угостить вечераку в честь прохождения ребятами второго тура экзамена. «Понятно было, что проклятая печать орачимару – это не шутки. Надо было самому с этим разобраться». «Ну что вы, Джирайя-сэнсэй?» отозвался Учиха, задумчиво глядя на полупустую миску с эксклюзивным раменом от Теучи, в которой плавала небольшая сосиска, напоминающая чей-то палец. «Вашей вины в этом нет. Вы же были заняты важным делом». «Да, вы же устроили поминки орачимару», вспомнил Сай. «Это благородно». Джирайя сушил свою миску с вкуснейшим на свете блюдом, побрезговав лишь одним элементом экзотического рамена, напоминающим глаз. Он вспомнил о веселой ночи, взял салфетку и вытер рот. «Да, о чем это я?» Совсем третий странный стал. Увлекся фекальной живописью на стенах, страдая от галлюцинациями. «А сегодня вот пропустил вас всех в следующий тур экзамена на Чоунина. Всех, включая мертвых. И тех, кто не справился с заданием со свитками». Саске и Сай переглянулись. «Это странно», — произнес художник. «Какой тогда в этом был смысл?» — нахмурился Учиха. «Ладно, не следовало мне этого говорить», — проборматал Джирайя, поняв свою ошибку. «Лучше уж запомните третьего Хакагия, как великого человека и благодетеля. И хотя перемены всегда к лучшему, недолго ему еще в кабинете сидеть. А с экзаменом теперь разбираются советники. Сегодня они проводят турнир среди проигравших, дав некоторым шанс. А завтра будет турнир среди победителей, справившихся с миссией собрать и донести свитки. А лучшие пройдут в следующий этап экзамена и сразятся за звание Чоунина». «И правда ведь завтра турнир. Нужно собрать все необходимое». «Спасибо, было очень вкусно. Я лучше пойду», — сказал Сай, улыбнувшись и поклонившись Джирайе, после чего покинул Ичираку, оставив Джирайю и Саски наедине. «Значит, нужно успеть потренироваться», — пробормотал Саски. «Джирайя-сенсей, вы сможете обучить меня еще каким-нибудь техникам? С моим шаринганом это будет не так долго». «Времени мало, но если приступим сейчас, что-нибудь да получится», — согласился извращенный отшельник. «Как же ты пройдешь в следующий тур без соблазняющих техник? Спасибо, Теучи, Рамен сегодня просто объедение». Когда показался хозяин заведения, прятавший окравленную скалку за спиной, Джирайя пожал его свободную руку и расплатился. «Все благодаря секретному ингредиенту. Заходите к нам еще», — улыбнулся повар вслед своим посетителям. «Хирузен, твои выходки уже сложно держать в секрете. С прискорбием сообщаю. Мы решили, что ты больше не подходишь на роль Хокаги деревни скрытого листа», — пробормотал старик в очках. «Хомура прав. Будь здесь Данзо, он бы поддержал наше решение», — согласилась вторая советница третьего, присутствующая в кабинете главы деревни. Старый Хокаги, покуривавший в кресле по ту сторону стола, разинул рот от удивления, и трубка вывалилась, упав на плащ, на который высыпался тлеющий угольками табак. Наверняка сошедший с ума дед непременно бы загорелся, если б не еще одна случайность. Кружка остывшего чая, который он опрокинул на себя неосторожным движением. Советники переглянулись и страдальчески вздохнули. «Вы не можете так поступить. Табирама сенсей вас накажет, дураки!» — воскликнул Хирузен, уверенный в том, что учитель непременно вступится за него. Но второй Хокаги уже много десятков лет удобрял эту и без того благородную землю на кладбище Канохи и, естественно, не мог явиться на выручку. «Боюсь, таковы наши обязанности. Все, что ты сейчас можешь сделать, это хорошенько подумать. Кого бы ты хотел видеть своим наследником?» — сообщила ему старуха, вечно прикрывающая глаза, будто ей было лень держать их открытыми. «Подумай как следует, кто станет лучшим пятым Хокаги. Кто-то из нас, может быть, Джирайя или Цунады. Если удастся разыскать ее и вернуть в деревню, а может быть, кто-то из Джунинов, твой голос будет учтен!» — прокряхтел Хомура, поправив очки. «Ну, нам нужно заниматься организацией экзамена, тем, что ты уже не способен взять свои руки. Доброй ночи, Хирузен! Утром мы будем ждать твоего решения!» — напомнило еще раз Кахару, чтобы третий точно не забыл о предмете их сегодняшней беседы. Когда дверь закрылась, старик, пребывая в трезвом разуме, еще несколько секунд смотрел на нее, размышляя, как горька судьба. По щекам старого правителя скатились две скупые мужские слезы, когда он перевел взгляд на стену, увешанную фотографиями. Среди них был старый портрет, на котором он в рассвете сил был изображен вместе со своими юными учениками. «Арачимару, змейка ты моя темноволосая!» «За что ты так со мной?» Хокаги был вынужден вытереть глаза рукавом плаща, не только сурового и прожженного в пикантном месте, но и довольно пыльного. Он скучающе посмотрел на дыру в плаще, сквозь которую были видны трусы с обезьянками. Единственное, что старик надел сегодня, помимо традиционного одеяния, а потом вновь обратил свой взор к фотографиям. Помимо изображения Хокаги, в верхнем ряду под самым потолком, и того портрета на стене висели и прочие фото. Среди них были старые фотографии Хирузона с Данзо, Хомурой и Кахару. Фото с разных мероприятий, в том числе с 1 сентября в Академии, портреты с Джоунинами и прочими коллегами по ремеслу Шиноби. Также стена пестрела изображениями Хирузона с семьей. По его утверждениям, стоило взглянуть на эти фото, и работать сразу становилось легче. Старик посмотрел немного на стену, остановившись взглядом на фотографии, где он с внуком и сыном одним чудным выходным днем праздновал свой юбилей в Ичараку, а потом повеселел, поняв, что ответ на вопрос, кто заменит его на посту, пришел ему в голову сам собой, и что доставляло еще больше удовольствия. Он заранее знал, что такой выбор Кахару и Хомуре точно не понравится. Продолжение следует. Конец 18 главы. Продолжение следует...